Куда переезжать и что будет дальше, не ясно. Сотрудники телеканала Х-24, информационного агентства и радио Севастополь-ФМ в шоковом состоянии. Неприятный сюрприз оброшился на них в конце прошлой недели. Девочки позвонили, сказали, что к ним пришли, предупредили их, что давайте собирайте вещи. Ну вот в пятницу нам дали доработать до конца, но уже разговоры шли, что давайте освобождать рабочие места. Будем работать на коленках, наверное. Удалиться из цокольного помещения в здании на Ленина-3 от журналистов потребовал аппарат законодательного собрания города. Договоры сторгают в одностороннем порядке. Как быть с оборудованием, даже представить сложно, говорят сотрудники Х-24. Здесь сердце прямого эфира города, основной коммуникационный центр связи. С его помощью специалисты информационного канала Севастополя обеспечивают прямые эфиры в высоком качестве. Это трансляции всех значимых событий – парадов на День Победы и День Военно-Морского Флота. Праздников на площади Нахимова. Совсем недавно все севастопольцы в прямом эфире видели шествие на День Народного Единства. Кроме того, с помощью этого коммуникатора обеспечивается оповещение населения при возможных чрезвычайных ситуациях. Но и отдельно стоит отметить – Х-24 транслирует заседание законодательного собрания, чтобы все севастопольцы могли в прямом эфире наблюдать за работой депутатов. В коммутационный центр входит оптоволокно, которое связывает несколько точек в городе. И, скажем так, оно способствует транзитному сигналу на четвертую бастионную. Благодаря чему жители города и видят прямую трансляцию всех мероприятий в городе Севастополе. Около двух десятков лет назад здесь располагался Народный канал. Телеоператор Илья Якушев проработал там 13 лет. Сейчас он трудится на Х-24. Вспоминает, раньше никаких претензий не было. Изначально Народный канал создавался для освещения деятельности депутатского корпуса. В 2014 году появилось за место городского совета законодательное собрание. И часть депутатов решила, что им не нужно телевидение, которое именно будет отражать их работу. И правительству пришлось принять решение об объединении Народного канала с каналом «Х». Парламент вообще славится своей неприязнью к журналистам. Уже не первый раз депутаты пытаются огородиться от СМИ. А значит, закрыть информацию о своей работе от избирателей. Недавние события на одном из последних рассмотрений проекта бюджета. Заместитель спикера ЗАГС Собрания Александр Кулагин предложил делать это без журналистов, особо выделив информационный канал Севастополя. По одной из версий парламентариев оскорбил неизвестный оператор, который якобы уснул на заседании. Если стоит камера и оператор, извините, спит, я, конечно, против. Это смущает членов комиссии, когда пустая камера и дремлющий оператор. Я не запоминаю, этот мальчик или другой мальчик. И вот теперь следующий шаг – выселение СМИ из здания, где заседают депутаты. Причем из цокольного этажа выдворяют и журналистов, и единственного севастопольского ФМ-радио. В субботу, 17 ноября, здесь планировали принимать поздравления. Севастополь-ФМ отмечает год с момента создания. У молодой редакции множество надежд и планов развития. Теперь же все это под вопросом. Конечно, будет очень печально, если мы сейчас нажмем на кнопку «Стоп». Потому что была проделана очень большая работа, и сейчас Севастополь-ФМ в городе набирает обороты. Мы живем жизнью города. Я, как коренной житель Севастополя, очень сердобольно, скажем так, родила, и желала, и хотела, чтобы радиостанция у города федерального значения все-таки была. А будет ли, если даже из скромного кабинета радио хотят выселить? Но радио депутатам неинтересно, как уже и телевидение. Х-24 в прямом эфире транслировал сессии ЗАГС Собрания. Ближайшую, которая состоится 13 ноября, в телеэфире зрители уже не увидят. Сотрудники приступают к демонтажу оборудования. Хотя перенос техники, для которого потребуется очень много времени и сил, это фактически прекращение всех прямых трансляций событий в городе, в том числе и новогоднего праздника на площади Нахимова. Салют в этом году телезрители могут так и не увидеть. Пока же коллектив «ГАУ» – севастопольская телерадиокомпания. Надеются, что вопрос решится. Выселения не будет. Еще надеются, что времена цензуры и давления на СМИ в Севастополе не наступят.